Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсуждаем такую щепетильную тему, как топ 5 премиум танков тяжелого типа 8 уровня для новичков. Почему именно для новичков? Потому что те ребята, которые уже отыграли несколько тысяч боев, они и так в принципе плюс-минус понимают, какая машина им подойдет, а какая нет. Многие новички совершают огромную ошибку, когда выбирают себе машину исключительно по ее внешнему виду. И это в корне неправильно, потому что внешний вид ваш вот этот вот симпатичный будут видеть ваши враги. Что же касается вас, вы как правило на машину смотрите исключительно со стороны кормы. И здесь особо веселого, как правило, ничего нет. Вторая ошибка, которую совершают игроки, это они нацелены исключительно на трендовые машины. То есть, если на сегодняшний день появилась какая-то тачка, которую все начинают ютюбер рекламировать и показывать, какая она крутая и классная, ну допустим, чисто теоретически, Эмиль 1951 появляется на продаже первый раз. И вы смотрите обзор у какого-нибудь скиловика, который показывает, что эта машина супер-пупер крутая, на ней можно нагибать. И все новички сразу начинают тратить свою голду на что-нибудь новенькое, ну потому что и об этом рассказывают и рекламируют. И это опять-таки в корне неправильно. Ребят, не смотрите ни в коем случае обзоры именитых ютюберов. Не то, что не смотрите их, потому что я хочу с ними конкурировать, а просто потому что смотреть их необходимо для того, чтобы получать эстетическое удовлетворение от красивых и нагибающих боев. Что же касается выбора, то основывать выбор на видео, которое показывает скилловый игрок, в корне неправильно. Вы-то скиловиком не являетесь и, соответственно, вы не сможете реализовать весь тот потенциал, который приносит этот автомобиль. Он может этот потенциал реализовать, вы этот реализовать потенциал, скорее всего, не сможете. Потратите голду на то, что вас потенциально расстроит, ну и, соответственно, вы будете считать, что машина говно, а ютюбер порекомендовал вам что-то плохое. Таким образом, ребят, не основывайте свой выбор исключительно на видосах, которые показывают скилловые игроки. Если вдруг чего, мой канал вам в этом поможет. Я на своем канале никогда не запиливаю только красивое видео, показываю машины такими, какие они есть. Подписывайтесь на канал, я вам буду благодарен, а отблагодарю честными обзорами. Некоторые игроки берут себе машины как можно дешевле, ну потому что голды не хватает и, допустим, ИС-5 за полторы тысячи золота на восьмом уровне, это просто супер. Но, насколько эта машина действительно поможет вам фармить, я не спорю, самый классный прем в этой игре это тот, который вы получаете бесплатно. Но если посмотреть на технические характеристики, допустим, того же ИС-5, который абсолютно дешманский, является самой дешевой премиумной машиной на восьмом уровне, то вы обратите внимание, что углы склонения орудия вниз всего лишь минус 5, и, соответственно, новичку отыгрывать данную машину будет очень сложно. Ну, разве что он до этого качал ветку ИСов и, соответственно, плюс-минус понимает, как на них играть. Согласитесь, комфорт немножечко не тот. Так как же выбрать из того множества, которое есть на восьмом уровне, то, что вам подходит? Я не буду сейчас в сравнительной таблице сравнивать машины между собой, я просто буду показывать вам цифры, на которых я основываю свое субъективное мнение, почему именно эти 5 транспортных средств лучше всего подойдут новичкам. Стоит обратить в первую очередь внимание на ДПМ не в количестве цифр, которые здесь прописаны, а в его реализуемости. Вот если вы посмотрите, допустим, на товарища Калибана, то вы увидите, что машина собой представляет, ну, что-то такое странно-интересное с не очень большим ДПМом, и этот ДПМ, он реализуемый, но реализуемый он теми игроками, которые смогут реально приложить правильно руки к этой машине. И новичку однозначно данный аппарат не подойдет. То же самое касается и М4Ю. 2173 ДПМ тоже типа круто. 4 снаряда в магазине, но опять-таки, его необходимо уметь реализовывать в боях. Самое лучшее, это обратить внимание на машины с цикличными пушками. В первую очередь, я бы рекомендовал присмотреться вам к таким крайне легкодоступным машинам, как Лев. Это старая машина в игре, старая до безобразия, но 2200 единиц ДПМа, они действительно реализуемы. Время перезарядки действительно нормальное, его можно улучшить. Да, не альфа в 450, а всего лишь в 310, но зато гарантированно с нормальным пробитием и довольно-таки часто отбрасываем. Что касается брони по Льву, то обратите внимание, что для новичка отыгрывать его будет довольно несложно, если он будет грамотно на нем играть, немножко давая ромб, либо вообще стоя просто прямо. Дело в том, что у него бронированное все, что есть спереди, и действительно, его можно там плюс-минус как-то забодать фугасами, бросая в основание башни, но в остальном здесь брони больше, чем достаточно для новичка, для того, чтобы его отыгрывать. Прямым конкурентом Льва я лично считаю Кейлером, потому что машина в принципе очень похожа, но она все-таки рассчитана больше на игрока, который чуть лучше играет, чем прям совсем новичок. Вот если у вас, допустим, был Лев, и вы могли его реализовывать и получать на нем хорошие результаты, то, соответственно, и на Кейлере эти результаты будут, ну, довольно-таки хорошие. Стоит обратить внимание, что у Льва очень хороший процент доходности. В 185 это один из лучших процентов доходности на уровне, и он действительно реализуемый. Поэтому он и является, в принципе, королем зверей в отношении фарма. Единственное, что стоит отметить, что Кейлер, в силу того, что более бодрый, более интересный и тоже легко реализуемый, но в основном игроками, которые уже плюс-минус поиграли в нашу с вами игру, процент побед практически 57 против 51,5 у Льва. Поэтому новичкам необходимо понимать, если вы готовы немножечко, немножечко поднатужиться и попытаться побороться со своими ошибками, то вам больше подойдет Кейлер. Потому что, несмотря на то, что доходность у него на 10% ниже, она, в принципе, реализуемая даже чуть лучше, чем у Льва. Если же вы все-таки прям совсем новичок, то рекомендую обратить внимание именно на Льва, потому что он вам будет прощать огромное, огромное количество ваших ошибок. Я хотел бы отметить еще вопрос того, что машина должна быть живучая в бою. Это второе требование к премиумной машине, потому что, если вы, допустим, возьмете себе какой-нибудь там, ну, прям совсем полукартон, пускай даже из тяжелых танков, то, соответственно, ребят, вот тот же самый Чифтейн, он в бою, ну, крайне, крайне хреново выживает. Если вы новичок, то долго в бою вы не продержитесь, ну, и, соответственно, не сможете реализовать свой ДПМ, не получите удовлетворения от игры, соответственно, с вашими 170% доходности вы не сможете нормально набить себе серебра. И, в принципе, коэффициент доходности это не то основное, на чем стоит, ну, основывать свой выбор в отношении доходности машины. Вы еще должны иметь возможность данную доходность реализовать, действительно получить те 175%, которые обещают вам разработчики под той или иной машиной. Вам необходимо помнить о комфорте игры. Комфорт игры зависит от подвижности машины и от того, насколько вы любите стрелять часто, либо вам лучше отбрасывать меньше урона и при этом, ну, забрасывать, простите, менее часто стрелять и при этом забрасывать больше урона. Короче говоря, здесь выбор за вами, что вам больше по душе и что вам больше приятно. Так вот, если вам, допустим, медленные орудия, как у Льва и у Кейлера, мало интересны, то обратите внимание на Action X и на Т26Е5. Эти машины обладают плюс-минус броней и одна, и вторая. Ими довольно комфортно отыгрывать от неровностей и склонение орудия это позволяет. При этом, как у Action'а, так и у второго товарища очень бодрое время перезарядки. Вы перезаряжаетесь, ну, крайне-крайне быстро, и при этом, ребят, вы отбрасываете, ну, я бы сказал, нормальное количество урона. 240 единиц урона у Т26Е5 и у Action X в 190. Кто-то скажет, что этого мало, но нет, ребят, с учетом того, что вы делаете это, грубо говоря, каждые 5 секунд, это действительно прикольно, весело и интересно. И я бы рекомендовал присмотреться к этим машинам, игрокам, которые любят средние танки. Если вы поиграли на средних танках и удовлетворены геймплеем, то как раз Action X и Т26Е5 вам подойдут как нельзя лучше. Что касается еще одной крайне зверски крутой машины на уровне, так это Т54Е2, которую все знают под именем Акула. Дело в том, что данная машина, она очень хорошо сбалансирована. У нее очень хорошая подвижность, у нее нет пробиваемой сверху вот этой вот командирской башенки. Да, есть Ахиллесова пята в виде нижнего бронелиста, но если вы будете грамотно его прятать, вам равных не будет в бою. У вас очень хорошая рикошетная башня, которая имеет огромное количество углов склонения, которая позволяет получать приведенку в районе 400 брони. И лобовая часть башни, она имеет в принципе очень классную броню, ну а с учетом всех вот этих вот зализанных форм, пробить вас действительно очень сложно. Да, безусловно, если вы будете давать больше угол, чем надо, когда вы будете отыгрывать от ромба, то, соответственно, вот сюда вам будут забрасывать. Но в целом, если вы научитесь грамотно пользоваться данным транспортным средством, равных в бою вам не будет. Ну и еще, ребят, многие говорят по поводу того, что вам хороши барабанные танки. Я с этим в корне не согласен, я имею в виду для новичков. Но если прям уж совсем вам припекло побаловать себя каким-нибудь барабанным орудием, то обратите внимание либо на Эмиля 1951, либо на Сомуа СМ. И те, и другие товарищи хороши, я имею в виду цикличные барабанные, но не в каждых руках. Дело в том, что на барабане вам необходимо пережить время перезарядки. Если вы новый игрок в этой игре и еще не играли на барабанах толком, то, соответственно, пережить это время вам будет очень сложно. Реализовать ДПМ таким образом вы не сможете. Ну и одним из первых будете отправляться в ангар, не получив при этом ни удовлетворения от игры, ни серебра, на которое вы рассчитывали. Но если уже выбирать между Эмилем и Сомуа, то я бы все-таки рекомендовал обратить внимание именно на Эмиля по одной простой причине, потому что по броне они плюс-минус одинаковые. Да, у Сомуа действительно броня чутка получше, но все же у Эмиля время перезарядки барабана меньше. Соответственно, вы меньше будете страдать в бою и на целых 2 секунды будете быстрее перезаряжаться. Согласны вы со мной или не согласны, обязательно пишите в комментариях. По той причине, что не мое мнение является основоположным для принятия решения любым игроком. Я всего лишь высказываю свое субъективное мнение. И скажу вам откровенно, после 8 лет игры в танки, для меня Эмиль 1951 не является прям совсем сложной какой-то машиной к реализации. Но мне не нравится сначала очень быстро бежать, а потом долго стоять и пытаться отдышаться. И потом опять ринуться в бой. Вот эти вот качели меня немножко напрягают. Я очень сильно люблю экшен Икса, который действительно позволяет довольно часто отбрасывать, имеет очень хороший уровень пробития и обалденные углы склонения орудия. Мне очень сильно нравится бородатый лев, которого можно приобрести себе за 5500 золота и горя не знать, фармить себе серебро и получать удовлетворение от того, что соперники пытаются вас выковырять, а у них это не получается. И мне просто до безумия, до безумия нравится акула. В течение всего видео вот здесь наверху всплывали подсказки на видосы, там где есть обзоры на данную технику. Все запихнуть я сюда не смог. Заходите на канал, посмотрите, если найдете то, что вас интересует. Напишите свой комментарий, почему остановили выбор именно на этой машине. А еще в описании под видео вы обязательно найдете ссылки на все видео, на которые стоит вам обратить внимание в процессе выбора машины для себя. И помните, золото можно купить, а можно долго собирать. Если вы его собираете долго, просматривая рекламу, выполняя боевые задачи или проходя какие-нибудь ивенты, ребят, не разбрасывайте с этим золотом, а лучше сэкономьте его на приобретение именно той машины, которая будет вам в кайф. Мой канал вам в помощь. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok